Два дня подряд единая европейская валюта только тем и занималась, что уверенно росла по отношению к доллару США. Но сегодня рост остановился. Давайте разбираться в причинах смены настроений. Удорожания евро отчасти связывались с тем, что ожидавшегося перехода на оплату российского газа в рублях не состоится. Еще вчера продолжались разговоры о том, что уже с 1 апреля состоится этот исторический переход. Подкреплялось это с заявлениями официальных лиц РФ о том, что если оплаты не будет, то поставки мгновенно прекратятся. Хотя еще во вторник вечером пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о переходе на оплату в рублях с 1 апреля не идет, а все дело в том, что средства массовой информации неправильно трактовали слова о необходимости подготовить к 31 марта детальный план мероприятий для осуществления данного перехода. Эти заявления в некоторой степени противоречат друг другу, что в результате привело к еще большему росту неопределенности. Кроме того, если единая европейская валюта росла именно по причине того, что с 1 апреля не придется платить за газ в рублях, то возникает вопрос о причинах продолжающегося роста рубля. Ведь по многому этот рост был обусловлен как раз ожиданиями данного перехода. Более того, фунт все эти дни, хоть и демонстрировал определенную активность, по сути дела стоял на месте. Два дня подряд реализовывался один и тот же сценарий. В ходе европейской сессии фунт рост, а в ходе американской – снижался. При этом все эти движения происходили в отрыве от какой-либо макроэкономической статистики, так что рынок попросту игнорировал все возможные данные. Все это указывает на чрезмерное влияние спекулятивной составляющей. И это стало возможным исключительно по причине невероятного роста неопределенности. И пока не будет больше ясности, особенно в отношении поставок газа и формы оплаты за энергоносители, но рынки и дальше будут продолжать вести себя крайне непредсказуемо. Давайте подробнее рассмотрим перспективы движения европейских валют. Пара евро-доллар с начала недели выросла более чем на 200 пунктов. Котировка достигла верхней границы района сопротивления на уровень 1.1180, не снижая при этом восходящего интереса. Но, как мы видим, этот уровень по-прежнему привлекает к себе продавцов, и это может приводить к сокращению длинных позиций, как результат замедлению восходящего цикла и последующее снижение. Альтернативный сценарий рассматривает переход обычной коррекции в продолговатую. И в этом случае удержание цены выше значения 1.1200 на четырехчасовом периоде может привести к последующему укреплению курса евро. Что касается британской валюты, то пара фунт-доллар, в отличие от европейского собрата, находится в стадии восстановления. На днях котировка вплотную подошла к основной точке опоры в виде психологического уровня 1.3200. Здесь, в пределах этого района, возникло сокращение объема коротких позиций и, как результат, наблюдаем подъем вверх. В данной ситуации процесс восстановления долларовых позиций все еще актуален, то есть возможно движение вниз. И для этого котировке необходимо удержаться ниже психологического уровня 1.3000 с последующим подтверждением назначения 1.2950, а в противном случае имеющийся процесс восстановления может смениться боковой амплитудой. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в следующем видео, я расскажу вам о том, как начались торги на североамериканской торговой сессии.